В прошлый раз мы ввели коммутаторы, поговорили про произведение операторов и начали про непрерывный спектр. Давайте я коротко, просто коротко, тезисно скажу, добавлю про произведение операторов и также тезисно скажу про непрерывный спектр. Во-первых, мы показали, что митово сопряжение произведения операторов есть произведение операторов митово сопряженных, но в разном порядке. Это связано с тем, что матрицы, связано с тем, что такое свойство, оно присущее произведению, приспанированию произведения матрицы. Я вот туда, в чем жалуюсь, что родители уже в этом конце света живут в 20-м месяце. Так. Вот. Соответственно, понятно, что не всякий... Допустим, теперь рассмотрим какие-то операторы, как крест и ЖЭЛ, ЭК и ЖЭЛ, которые не являются эрмитовыми. Но, используя вот это свойство, мы легко можем построить эрмит-оператор из вот этих операторов, как ФГ, прибавить ЖЭЛ, и здесь одна вторая. Одна вторая исключительно для удобства здесь стоит. И понятно, что когда вы эрмитово сопряжете, вот это произведение, вы получите вот это развернется, и вот это развернется, и, соответственно... Ой, что я говорю? Я сказал, что вы видите, верную думу. Что я хочу сказать, что если у нас оператор Ф, каждый из операторов Ф и ЖЭЛ, то произведение, вообще говоря, оно не является эрмитовым. Потому что если эти операторы эрмитовы, то следующее равенство будет ЖЭЛ. То есть у нас эрмитовое сопряжение ФГ будет равно ЖЭЛ, но должно быть, чтобы здесь стояло Ф на ЖЭЛ, чтобы произведение операторов было эрмитовым. Из-за того, что меняется направление произведения, то, извините, не направление произведения, а порядок новителей, у нас в произведении эрмитовых операторов становится не эрмитовым. Теперь рассмотрим... Да, ну как это можно исправить? Что? Если есть два эрмитовых оператора, которые удовлетворяют равенство ФКрест равно Ф, то ЖКрест равно Ж, то ФЖ отрава Крест не равно ФЖ. Как вы здесь показали. Соответственно, вот это произведение не является эрмитовым. Но если мы возьмем вот такое симметризованное произведение, то оно уже будет эрмитным. Потому что когда мы возьмем эрмитов сопряжение этого уровня, мы получим ФКрест, ЖКрест плюс ЖКрест, ФКрест. И, соответственно, дальше крестим его стерить, потому что это эрмитовый оператор. И мы получим, пардон, здесь ЖФ, здесь РФ, 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 здесь РФ и ФЖ. Соответственно, вот такое вот симметризованное произведение уже будет эрмитовым оператором. Также эрмитовым оператором, если мы возьмем вместо произведения, вместо суммы разность, то, очевидно, мы получим вот здесь вот, минус 1 вторая РФЖ минус ЖФ. Потому что вот это, вот это слагаемое развернется станет ЖФ, это слагаемое развернется станет РФЖ, то они просто поменяются местами, и здесь будет второй минус. И вот такой оператор, он будет не эрмитовым. Он называется антиэрмитовым, потому что он меняет знак при эрмитовом сопряжении. Погодите, то есть, произведение ФЖ, это минус произведение ЖФ. Так, нет. Вот такая вот сумма разность этих произведений, она инвертирует знак. Ну, понятно, что из-за того, что ФЖ крест равно ЖФ, естественно, при условии того, что Эрмитовый, то у нас получается такая вот. И эту разность тоже легко сделать эрмитовым. Мы просто можем сюда добавить и не единица. И тогда эрмитовое сопряжение, вообще говоря, оно будет действовать на вот это все произведение. И оно подействует на мнимую единицу тоже, потому что эрмитовое сопряжение – это одновременное транспланирование и комплексное сопряжение. Эрмитовое сопряжение, соответственно, сопряжет мнимую единицу. И сюда добавится еще минус. Он сопряжается с этим минусом, и у нас останется то же самое, что и слева. Таким образом, если у нас есть два эрмитового оператора, то мы из них можем составить два, из их произведений, мы можем составить тоже два эрмитового оператора. Один из них – это просто симметризованное произведение, а второй – вот такая вот разность, дополненная мнимая единица. А у нас один эрмитовый оператор – это вот именно полностью от выражения? Полностью от выражения. А на два обязательно делить? Так? На два. Нет, конечно, не обязательно. Но это так, в любом случае. Ну, чтобы, если бы они были одинаковые, то это привело к одному оператору. Окей, давайте теперь про непрерывный спектр. На прошлых занятиях, на двух, мы обсуждали разложение произволенного состояния по собственным состояниям некоторых каких-либо величин. И мы, естественно, мы предполагали, что собственные значения этих величин, они дискретные. И собственное состояние может быть, любое состояние может быть разложено в виде суммы АН, ну, или мы это все и написали. Давайте, ну, да, все-таки АН все. Вот так. Ну, здесь можно поставить. Но не все, очевидно, что не все величины квантульцев, в том смысле, что не все имеют дискретное и исключительно дискретное значение. И некоторые из них имеют непрерывные значения. И в этом случае, ну, например, импульс. Он далеко не вся квантульца, но он может иметь непрерывные значения. Поэтому вы можете, вообще говоря, вот этот Н и вот эти суммы, в случае, если собственные значения наблюдаемых, они непрерывные, то вот это выражение превращается в интеграл АФСФФКУ. То есть просто мы заменяем Н на Ф для удобства, и сумма заменяется на интеграл. В принципе, ну, для унификации вы можете здесь вектора, вот эти ракеты, заменить на переписать через обычные функции от обобщенных кардиналов. Это будет абсолютно буквально. Там по df или по df? По df. Ну, у нас здесь была сумма по n, соответственно, у нас интеграл должен быть по n. Здесь мы помним, что АФ удовлетворяло нормировке вероятности модуля АФ в квадрате, который будет равен единице. И, соответственно, вот это АФ, оно точно такому же условию должно удовлетворять, только интегральному. АФ может быть квадрат равно df равно 1. Следующее, что нужно отметить, это выражение для АФ. В случае АН это выражение было... АН равно свертка psi, psi n, либо, что-то же самое, интеграл psi со звездой psi n, df. Но для АФ можно записать абсолютно такое же выражение. Там АН равно psi, а потом psi стоит или это же psi? Везде psi. Для неправильного спектра записывается точно такое же выражение. АФ равно интеграл psi со звездой psi n, dq. Да, dq. Здесь, собственно, ничего не поменялось. Потом здесь psi. Ну и, естественно, эти функции являются функциями обращенной карданки. Окей. И последнее, что... Ну, не последнее, а что еще здесь нужно отметить? В случае дискретного спектра у нас было условие ортономированости, ну, отогональности этих функций. psi n, psi n, dq равно delta... Какое-то это дискретное, что вы иногда включите. Да, но n и m дискретные. Дискретный спектр. Дискретный спектр. Дискретный спектр. А тебе сумма это? Не, 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 не. Даже в случае дискретного спектра у вас собственные функции, они являются функциями непрерывной переменной Q, например, координаты. И вот эти psi n, они же являются функциями непрерывной координаты Q. Как координаты? А, нет, стоп, а сама функция непрерывная. Сама функция непрерывная. Ну да. Координата, она... Ну, непрерывная. Это не дискретно, так ли. Соответственно... Ну, так вы в одном предложении говорите, что оно дискретно и непрерывно. Да. У вас дискретно наблюдаемая величина, а непрерывная координата. У вас координата может быть непрерывным, а наблюдаемая величина, ну, я не знаю, энергия, например, может быть дискретной. Например, уровень атома, возьмите. Там есть электрон. У электрона энергия пантуется. Я знаю, уровень энергии у него дискретный. Но координата у электрона, она непрерывная. Вообще говоря, вы можете... Любая точка имеет ненуевую вероятность ввести там электрон. Ну, такое нам до этого четко разделили, что если psi дискретно, то мы пишем сумму. Если непрерывно, то мы пишем интеграла. Такая была водика. А сейчас вы это разрушаете. Нет, ничего не разрушаю. Это значит, что вы забыли то, что было на прошлых лекциях. Вот это было на прошлых лекциях. Вот. Именно так было. Ну, когда мы однако суммы перешли к знаку интеграла. Нет, нет, нет. На прошлых лекциях мы не переходили однако суммы данных. Мы рассматривали дискретный спектр. И у нас любое состояние разлагалось по дискретным образом, по собственным функциям. Ну, представьте, что psi n это ряд фурия. Что любая функция разлагается в ряд фурия. У вас, что там, синус qx, kx, kx, nx и nx как бы делить на а. Так что делить на а. Ну, что ли? Ну, там, да, может быть, делить на какое-то причину а. У вас же в ряде фурия координаты x непрерывно, а переменное суммирование, она дискретно. Здесь нет толку этого речи. Потому что вы разлагаете по непрерывным функциям, по синусам и косинусам. И эти синусы и косинусы, они являются ортогональными. Вот именно в этом смысле, что интеграл от собственных функций по пространству, которые вы разлагаетесь, он равен дельсинусу к n. То есть, если нужно различать, естественно, дискретность самой наблюдаемой и дискретность пространств, которые находятся в волновых функциях, определяются эти волновые функции. Таким образом, у нас волновые функции, они ортогональны. Но, если в случае дискретного спектра вы сюда можете записать дельсинусу коннекера, то в случае непрерывного спектра вы сделаете умолок. То есть, допустим, если я напишу сюда f, f' и напишу сюда дельта f, f', то вот здесь вот, в этом интеграле, если я захочу получить вполне конкретно функцию psi f, вот слева, то в качестве аф я не смогу поставить дельта-символ коннекера f' f', потому что интеграл вот такой вот функции, он будет равен, вот, давайте, интеграл дельта-символ коннекера f' q' df, он будет везде равен нулю, кроме одной точки, где f равно f'. Но эта точка одна, у нее мощность, ну, практически ноль. То есть, и это приведет к тому, что, вообще говоря, интеграл от такого выражения будет равен нулю очевидно. И поэтому, но мы знаем, что аналогом дельта-символа коннекера в случае непрерывной переменной поступает дельта-функция f-f' поэтому условия нормировки функции, оно превращается из обычного ноль-губ-единица в такое, чем более сложное, когда f не равно f', у нас ноль. А когда f равно f', вот эта свертка, она равна бесконечности. Иванзин говорит, что вулановые функции, в случае, если у вас непрерывный спектр, они нормируются на дельта-функцию. То есть, так, раньше они у нас нормировались на единицу, не раньше, а в случае дискретного спектра они у нас нормировались на единицу, а в случае непрерывного спектра они уже начинают нормироваться на... они начинают нормироваться на дельта-функцию. А что за дельта на дельта минус h3, как я так понимаю? Это дельта функция. Алексей, мы не были на... Нет, нет, нет. Раньше мы у неё индекс записали, теперь скобка. Это что? Алексей, вы пропустили всю электродинамику, что ли? Мы там постоянно пользуемся дельта функцией. Надо различать дельта функцию и дельта символ. Дельта символ кронейкера – это величина, которая равна нулю, когда n не равно m и равна единице, когда n равно n. Дельта. А дельта функция равна нулю, когда f не равно в стрихе, равна бесконечности, когда f не равно в стрихе. И она определяется другим способом. То определение, которое я сказал, просто интуитивное. Оно является через интеграл. Но я просто не хочу здесь повторять, потому что мы несколько лет назад абсурдовали. И последнее, что я хочу сказать, это вот это условие. Не условие, а вот это свойство собственной функции. Я не знаю, как кажется оно вам или нет, но оно весьма-весьма полезное, я считаю. В случае дискретного спектра, как и в случае неправильного спектра, можно записать следующее выражение. Пси n, пси n со звездой от q на пси n от q штрих равно дельта функции q минут q штрих. Но, собственно, правило простое. Если вам нужно дельта, если у вас дискретная переменная, пишется дельта символ кронайкера, если неправильная, то дельта функция d. То есть в любом случае дискретного неправильного спектра вот такая свертка, ну и нельзя назвать свертка. Вот такая сумма, такой интеграм, он по собственным функциям, по полному набору ортогональных собственных функций, ну, наверное, даже, я не знаю, наверное, нужно здесь оговориться, что они ортономированы. Она равна дельта функции. Так, 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 подождите. Нет, нет, все правильно. Потому что у нас есть интеграл по индексам этих функций. Это все, что я хочу рассказать про... А, отлично. Сейчас давайте немножечко отклонимся в сторону и поговорим про, очень коротко, про предельный переход по атомной камере. То есть все, что мы пишем, все это описание с помощью умовой функции, оно, кажется, совсем, как сказать, совсем отвлеченным от классической физики, никак с ней не связано. То есть кажется, что одни законы, они работают в микромире, квантовая механика, а другие законы работают в макромире в случае классической механики. Естественно, так происходить не должно. И у вас одна теория должна переходить в другую при каких-то предельных переходах. И в случае квантовой механики этим предельным переходом является стремление постоянного бланка к нулю. То есть вы стремите к нулю, то вообще говоря, все формы, они должны переходить в классические. И давайте немножечко, ну так, скорее на пальцах объясним, как происходит в квантовой механике этот переход. В случае электродинамики, например, в случае электродинамики, например, какой-нибудь компонент электрического поля, ну, микромагнитного поля, вы можете себе представить, где некоторые амплитуды, а умножить на е в степени и фи. Где амплитуда, она медленно меняется с координатой, а фи, ну, с координатой времени, а фаза фи меняется достаточно быстро. И этот переход становится удобным в случае оптики, когда у вас вот эта составляющая плоской волны, то есть если здесь вместо фи вы напишите, ну, если вы напишите, что фи равно kx минус амплитуде, в этом случае, если у вас k достаточно большое, то есть у вас очень маленькие длины волны и большие частоты, то очень удобно именно вот так вот выделять, потому что вы можете выделить так волновой пакет, который несет в себе некоторый аналог, ну, некоторую волну, которая похожа на плоскую в небольшом объеме, но она ограничена вот этой, вот этой огибающей. Ну, мы об этом говорили, когда рассматривали волновой пакет. В случае квантовой механики, соответственно, мы можем положить, что мы можем поступить точно так же. И в случае больших малую длину точно так же выделить а на е степени фи, где фи меняется достаточно быстро, а погибающе. И здесь дальше используется следующая аналогия. В случае геометрической оптики, но мы, к сожалению, не успели пройти и не планировали, есть правило, есть принцип фирма, по которому можно находить пути, по которому пойдет луч, то есть его траекторию. И этот принцип состоит в том, что оптическая длина пути должна быть минимальна. В случае, ну, для того, что луч выбирает тот путь, по которому оптическая длина пути минимальна. То есть оптическая длина пути – это набег фаз. То есть чем больше набег фаз, то есть оптическая длина пути просто равна набегу фаз. И в случае классической механики мы… У нас есть другой принцип, похожий на этот принцип фирма. Он гласит, что частица выбирает ту траекторию, в которой действие минимально. Ну, на самом деле, правильно говорить, что оно экстремально. Но давайте… Ну да, давайте на этом остановиться. Что частица выбирает путь, по которому действие, то есть интеграл опталинджана, он экстремален. И, соответственно, этому, если мы описываем, если у ЛАГ-функции описывают частицу, и вот этой аналогии с геометрической оптикой, мы можем сказать, что вот эта фаза, вот эта фаза здесь, это есть некоторое… Это есть действие частицы. Ну, поделить на некоторую константу, которая называется постоянной планкой. Потому что постоянная планка, она как раз имеет размерность действия. Действие имеет размерность энергию на время, и постоянная планка имеет ту же самую размерность. И в предельном переходе в случае… В предельном случае волновая функция, она должна выглядеть именно вот таким вот образом. И, соответственно, если вы захотите в этом предельном, почти классическом случае найти траекторию частиц, то, опять-таки, вам нужно будет найти траекторию частицы, которая минимизирует набег вот этой фазы. А минимизация набега фазы, она будет эквивалентна минимизации вот этого действия. Что будет абсолютно эквивалентна задачи классической механики о вариации действия. Ну, конечно, с точки зрения того, что в классической механике всегда говорится, что там действие не минимизируется, а оптимизируется. То есть, там, точнее, находится экстремальное действие, а не минимум. Ну, где-нибудь оказывается, что это минимум. Здесь нужно коротко сказать про еще одну формулировку квантовой механики. То есть, здесь квантовая механика… Мы записали в равнине Шейлингера, да? Да. Квантовая механика, она строится на решении равнине Шейлингера. И волновые функции, они находятся как решение этих равнине Шейлингера. В принципе, в случае квантовой механики, вы можете ее записать немножечко в другом формализме. И если так очень грубо, то в некотором смысле волновая функция, она… Вы можете ее записать как личную, пропорциональную вот такому интересному интегралу. Е в степени… Ну, естественно, это постоянная планка. Здесь x, x с точкой. Ну, и здесь очевидно, что у вас действие есть… Есть функционал от… От территории. И здесь dx… Наверное, так. Смотрите, что здесь написано? Здесь написан так называемый функциональный интеграл. Обычный интеграл у вас производится по… Обычно вы интегрируете по некоторой области в… По некоторой области в пространстве рациональных чисел rm. Ну, иногда бывает по комплексной… По… Я не знаю, что в области в комплексной… По области в комплексной… По комплексной области будет. Ну, окей. Чаще всего производится интегрирование по области, находящейся в пространстве рациональных чисел. Этот интеграл проводится по всем возможным траекториям. То есть, когда вы интегрируете… Если вы берете обычный интеграл, какой-то f от x dx, то он сводится к сумме по n dx на f от xn, где xn пробегает всю числовую ось вот этого… Ну, числовую ось а до b. Отрезка этого. А в случае вот этого интеграла, он сводится к, ну, грубо говоря, суммированию по всем возможным функциям x от t. То есть, это так называемый функциональный интеграл. Вы переберете все возможные функции и таким образом собираете вот этот интеграл. Для него есть относительно строгие формулировки. В общем, я говорю, относительно, по-моему, вот совсем абсолютно строгой математической формулировки я слышал у него нет, хотя могу ошибаться, был давно. Но относительно строгие есть. Почему относительно строгие? Ну, в том смысле, что вы… Ну, что такое интеграл по всем возможным функциям? Вы опять-таки можете его свести к интегралу по всем возможным… по всем возможным значениям координаты x при фиксированных временах. И, соответственно, вот этот интеграл будет эквивалентен интегралу бесконечную меру. Потому что что такое проинтегрировать по… Вот у нас есть две точки, и нам нужно проинтегрировать по всем возможным функциям. Она вот так вот пройдет, вот так, вот так вот. И что это значит? Вы можете взять любую точку t, tn и проинтегрировать по всем возможным значениям координат этой точки tn. Потом взять другую точку tn плюс 1, проинтегрировать и вот так далее. Но напомню, что действие под этим интегралом, оно является, вообще говоря, тоже… Оно является функционалом интеграл. Ну, давайте я запишу для себя на частицы, с точки впадают пополам. Ну, здесь массу сюда нужно добавить. td. Вот так вот получится. Не пугайтесь, мы дальше этого с вами проходить не будем, но это очень удобная формулировка. И почему я не здесь вспомню? А потому что… Ответ КП вас Ярослав не вел, да? Потому что в теории функционалов… ой, в теории функционального комплекса переменного есть такой метод перевала для взятия некоторых интегралов приближенным способом. И он гласит, что если у вас вот эта фаза достаточно большая, а когда у вас действие много больше, чем стайна планка, то есть если вы рассматриваете достаточно большие, а классические частицы, они достаточно большие, так чтобы действие поделитом стайна планка было огромной величиной, то вот этот интеграл, он имеет, он, основной вклад в этот интеграл дают те точки, в которых вот это действие имеет экстремальное значение. Почему он называется перевалом? Перевалом потому что там именно рассматриваются седловые точки. Минимумы и максимумы тоже дают вклад, но перевальная точка имеет ключевое значение, потому что в случае мета-перевала интегрируется по некоторым тариктурам от одной точки до другой. Так вот, этот метод может показать, что основной вклад в этот интеграл вносит именно экстремальные значения действия. Но здесь как это объяснить? Это объясняется просто. Если у вас действие на какой-то тариктуре не является экстремальным, то оно очень-очень быстро меняется со слабым изменением, с небольшим изменением траектории. А это приводит к тому, что у вас просто вот эти экспоненты, они сотрещаются, потому что если вы интегрируете какую-то E в степени и φ dx, где φ очень быстро меняется с координатой, то этот интеграл просто сведется практически к нулю, потому что вы будете интегрировать вот такую вот очень-очень-очень быстрые колебания вокруг нуля. Но если же у вас φ x будет экстремальным, в смысле, что φ x будет очень слабо меняться от x, то есть не обязательно минимум или максимум, главное, что он слабо меняется от x, то вот такая вот страшная чихкорда, она превращается в какую-то планную такую вот функцию, которая даст уже нормальный вклад в интеграл. Вот это даст 0, а это даст 0. И, соответственно, этому методу у вас вклад в этот интеграл дадут только те, в случае, если h стремится к нулю, вклад в этот интеграл дадут те траектории, которые делают это действие, которые приводят к экстремальности действия. То есть вариация действия по координате, вот в случае классической траектории, она должна равна 0. И вот в этом случае основной вклад дается в этот интеграл. И таким образом, вот этот вклад в эту умную функцию будут давать все возможные траектории, но если у вас h стремится к нулю, то основной ключевой вклад в эту умную функцию будут давать такие траектории, то есть такая зависимость x от t, которая соответствует классическому закону движения. И вот в случае такой формулировки в квантовой механике очень-очень легко виден прямой переход от классической, от квантовой механики в классическую. И здесь еще стоит заметить, что в случае вот такой формулировки вы видите некоторую немножко другую интерпретацию квантовой механики, представляющую, что у вас вот вклад в эту функцию, вы можете рассматривать как более-менее классическую физику, но только в этой классической физике частица может двигаться из точки А в точке Б не только по своему классическому закону, но и по всем, возможно, другим траекториям. Только без этих траекторий он немножечко другой, чуть-чуть, ну, он может быть чуть меньше, чем классический. И в итоге у вас все поведение системы описывается тем, что частица одновременно движется по всему этому пучку траекторий, и поэтому у вас возникают какие-то свои собственные квантовые эффекты, связанные с тем, что пучок достаточно широкий, если у вас частицы маленькие и квантовые. Но если у вас частицы становятся уже классическими, то вот этот пучок траекторий, он сужается и в пределе просто сводится к некоторой прямой, ну, к некоторой классической траектории, по которой двигаются частицы. Ну, надеюсь, я вас не очень сильно запутал. Георгиевским наступлением. А можно минуту вот на 5-10 назад вернуться? Вы говорили, что... Скорость в два раза замедлить. Вы прям тараторитесь сегодня. Назад все. Лиза, продолжай. Вы судно не слышали. Вот где вы написали псиром, но А на Е в степне вот это вот. И вы сказали... Нет, дальше. Вы сказали И на С на А шат будет у нас набег фаз. А до этого вы сказали, что набег фаз – это оптическая длина. Да. А значит, если нас попросят, например, на антиоптическую длину, то мы просто берем степень экспонента. Оптическая длина – это путь на показатели проломления света. Оптическая длина. Ну, да. Но можно сказать, что у вас путь на показатели проломления, он как раз сведется к набегу фаз. Но лучше так, конечно, не делать. Сейчас, повторите, что вы сказали. Вы сказали, что набег фаз – это оптическая длина, а степень экспонента – это набег фаз. Значит, если нас просят найти оптическую длину, то мы просто берем степень экспонента. Ну, да. Ну, естественно, вы только ее должны как-то проинтегрировать и взять разность между одной точкой и другой точкой, чтобы фаз. Ну, вообще говоря, фаза, она по определению – это некоторой степенью здесь экспонента, который вот здесь вот стоит. Окей, давайте немножко забавим темп. Ну, это было такое религическое отступление. Оно имело просто такой просветительский цель весла. Давайте вернемся к нашей фантомеханике. к формулировке более привычной. Мы записываем варианты. Уравнение Шерлингера. Так, подождите. Разумеется, вы записывали уровень Шерлингера? Да, мы еще про катак там рассказывали. Да-да-да. Мы говорили, что у нас ИАЖ, ДФС, ДТ, что волновая функция, она должна определять… уравнение, определяющее эту волновую функцию, она должна быть первого порядка, и она должна быть линейной, АФС. Первый порядок – это чтобы у вас начальное состояние системы однозначно определяло эволюцию этой системы. А первый порядок – это чтобы у нас выполнялись законы суперпозиции. И давайте теперь посмотрим, вообще говоря, что вот этот оператор должен назначать. Для начала посмотрим, каким свойством он универяет. Итак, давайте рассмотрим вот такой вот интеграл, интеграл в ПСИ, ДФУ, который равен единице. И возьмем от этого равенства производного, ДФО, ДТ. ДФО, ДТ. Понятно, что справа у нас будет ноль, а вот слева будет следующее. Интеграл в ПСИ. Это выравнение Штрюфингера вы уже записали, правильно? Здесь, да. А здесь я дифференцирую нумеровку на вот тут. ДФСИ со звездой по ДТ на ПСИ. ДКУ. Прибавить... Прибавить ПСИ со звездой. ДФСИ по ДТ. И вот эта скобочка ДКУ. Она равна нулю. Смотрите. А теперь мы выразим вот эту производную с помощью уравнения Штрюфингера. И вместо вот этой производной мы, очевидно, можем списать единицы на ИНХ умножить на ХСИ. А вместо вот этой производной мы можем списать единицы на ИНХ на ХСИ со звездой на ПСИ со звездой. Почему здесь стоит именно Х со звездой? То есть, почему здесь комплекс сопряженный? Потому что мы можем комплексно сопряжать вот это уравнение, которое сведется к минус ИНХ ДФСИ со звездой поделить на ПАДТ равно Х. Комплекс сопряженный, она числа. Вот так. И, соответственно, я знаю, что мы здесь еще и минусы. Вот так вот. Давайте перепишем это уравнение. Комплекс сопряженное уравнение Штрюфингера. Это уравнение запишем вот сюда. Будет интеграл ПСИ на минус один на ИНХ на Х звездой ПСИ со звездой прибавить ПСИ со звездой на единицы на ИНХ на НХ Давайте здесь подберемся. Во-первых, вынесем И поднимем наверх, домножив на минус единицу, и перенесем вправо. За скоб получим И поделить на НХ на интеграл СИ НХ СИ Минус ПСИ со звездой НХ СИ ДК ДК Вот так получается. Я просто вынес за скобку Верху. А теперь мы... А как у нас И оказалось? Сверху. Ну, потому что мы знаем, что один подъем на И равно минус Е Что? Хочется доказать? Нет, нет, это было. Теперь мы пока еще ничего сделать не можем, потому что вот в этом слагаемом Х у нас действует на ПСИ со звездой, а в этом слагаем Х действует на ПСИ. Но давайте мы просто перекинем Х действие Х комплекса СИ на ПСИ. Но для этого мы должны его еще транспонировать по определению транспонированного в ПСИ. Минус ПСИ со звездой Х ПСИ. Декунт. Вот так. То есть я просто взял перекинуть действие этого оператора с этой функции на вот эту функцию, но сделав это, я должен навесить еще операцию транспонированную от оператора. Если вы перекинете так, то он должен быть транспонированным. Ну, давайте немножко в другом виде перепишем. Да. Но мы знаем, что транспонированный оператор, одновременно транспонированный комплекс сопряженный оператор, ну или в то же самое одновременно транспонированный комплекс сопряженный матрица, это она называется херметово-сопряженный. Соответственно, мы можем написать следующее И поделить на H равно интеграл СИ с звездой H комплекса сопряженной минус H на ПСИ ДКУ равно нулю. Равно нулю, оно у нас потому что здесь просто равно. А вот это все должно быть верно для любой функции ПСИ. Ну, нормированный на единицу. если это обязательно должно упомняться для любой функции ПСИ, то вот этот оператор в скобках он должен быть равен даже здесь на нулю. это значит, что это значит, что H крест минус должен быть равен H. То есть оператор вот этот оператор эволюции новой функции он является Эрмитова. Напомню, что ну, точнее, я должен сказать, что вот этот оператор называется оператором эволюции потому что его действие на лавую функцию равно производной указывает значение производной этого лавой функции. То есть он однозначно дает эволюцию этой системе. Таким образом, у нас вот этот оператор эволюции является обязательно должен быть эрмит. А с чего мы это взяли? Из вот этих условий. А начинали мы с того, что мы продефинцировали по времени условия нормировки. Это просто как будто из этого условия вытекает. Из этого? Да. Смотрите, H крест минус H должен быть равен нулю. Ну, то есть H равно... И вы пропустили рассуждение о том, что вот этот эволюции он должен быть верен для любой функции Пси. Ну, давайте ограничиваться нормируемым. Нормируем не так сложно. А если он должен быть равен нулю для любой функции Пси, значит, у вас оператор должен быть равен нулю. Потому что иначе вы никак ничего не сможете. Вы можете всегда подкрутить подкрутить. Если он не равен нулю отождественного, то вы всегда можете подкрутить эти функции так, чтобы этот интеграл стал равен. И давайте перед перерывом скажем следующее. Я не зря рассказывал вам про предельный переход и про то, что волновая функция в классическом пределе она должна дописываться как a e в степени e s и постоянный план. И если мы сейчас вот этот классический предел вот это выражение оно не стопроцентно верное в любом случае. Оно является просто классическим пределом квантовой механики. И в случае классического предела давайте его поставим в уравнении шедника. Что мы получим? i h dc p dt d d a p dt на e в степени i s прибавить i h на a умножить на i подлить на h на ds p dt ds p dt на e s h вот так да получим давайте давайте теперь пренебрежем вот этой медленно меняющейся амплитудой по сравнению с быстро меняющейся производной от медленно меняющейся амплитудой по сравнению с производной от быстро меняющейся фазы И тогда мы здесь получим, h-bar сокращается, остается равно минус волновая функция ψ на ds по dt. Минус, потому что здесь и квадрат стоит, а волновую функцию я вернул, потому что здесь стоит а умножить на е в степени s по 3 на h, собственно, на е. Это значит, что слева, если мы слева пишем и h ds по dt, то справа мы должны поставить минус ψ ds по dt. Я не знаю, было ли у вас в лекциях по классической механике это, но минус ds по dt является, он равен функции Гамильтона системы. Если вы помните в классической механике, что такое функция Гамильтона, то функция, нам ее сдавать через неделю? Грубо говоря, описывающая, значит, вообще все знаете. Описывающая полную энергию, описывающая полную энергию системы. И это значит, что вот этот оператор нужно соотнести с оператором энергии, с оператором функции Гамильтона. И вот этот оператор h, он называется по этой причине гамильтониан, то есть оператором функции Гамильтона или оператором энергии. Окей, давайте теперь сделаем перерывы. О, мы, наверное, успеем даже все, что я запланировал. Девятинник. Ну, вообще-то... А, нет, не успеем, потому что там же еще маточное представление. Маточное представление, скорее всего, у нас еще красное. Ну, как повезет. То есть, на какие-то таблифоны. А-а-а. Ну, на какие-то таблифоны отправятся. Давайте поднимем еще одну важную тему, связанную с... А с Ярославом вы проходили операторы импульс? Нет, мы пока-то просто играемся. Ну, это правильно. Я, в общем... И я ее должен ввести, но мы все никак не... А-а-а. Нет. Вот. Скорости. Ну, ладно. Ну, сейчас я, наверное... Окей. Важным вопросом является, как определить... Ну, мы определяем оператор некоторой физической величины f. Но у этой величины может быть какая-то скорость изменения. То есть, нас интересует, допустим, f с точкой. Как изменяется? Ну, допустим, f это координата, а x с точкой это скорость. И как должен выглядеть оператор для f с точкой? При том, что f совершенно не обязательно явно зависит от времени. Ну, например, координата, она явно не зависит от времени. Ее зависит от эмитии, где-то там сидит в траектории. Но при том, что в квантовой механике траектории-то нету. И вообще говоря, продифференцировать оператор координаты так просто вы не можете. Потому что скорость, она все-таки... Скорость, определяемая как производные координаты по времени, она требует того, чтобы частицы волокают траекторию. То есть, в квантовой механике мы не описываем частицу какой-нибудь траектории. И всего этого встает вопрос, как же определить оператор для производной от какой-то физической величины. Ну, его можно определить простым образом, потому что оператор для координаты физической величины мы определяли так, чтобы средняя этой величины была равна значению... Ну, оператор некой величины мы определяли так, чтобы f средняя была равна ψ со звездой fc. Соответственно, оператор от скорости мы можем точно так же определить так, чтобы f средняя от вот этой скорости изменения этой величины от производной по времени был равен производной по времени от средней. Другими словами, мы должны f с точкой определить так, чтобы... А почему мы интегрировали? Что? Интегрировали почему? А, по какому пространству d. Ну, давайте посмотрим, к чему приведет производная по времени от вот этого среднего. Давайте найдем df, 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 df. Так, разделяем это теперь от производной... df, 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 df. ДТ на КПСИДКУ, не обязательно, вот так вот сделаем, прибавить ПСИ с звездой на ДФ по ДТ на ПСИДКУ и прибавить ПСИ с звездой Ф на ДФИ по ДТ. Заметьте здесь есть частный производный оператор по времени И она отличается от нуля только в том случае, если оператор явно зависит от времени. Если он явно не зависит от времени, то частный производный от него daddy будет равен нулю А интереснее? Ну когда вы. Kalau он до хрена Шрёдингера записывали, там были частные производные, а потом, когда YA grande тяп Negro, там были полные производные? Это я, наверное, отпечатался, то есть, давайте писать, везде частно-производные функции. Так, 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 да, но так же, как мы делали раньше, мы можем вот эти частно-производные по времени полные функции заменить с помощью уравнения Шеллингера. ИХДПС по ДТ равно АХПС и минус ИХДПС с звездой БАХДТ равно АХС с звездой С. Так, давайте попробуем еще. Извините. Отлично. Ну что же, заменяем ДПС по ДТ, ДПС с звездой БАХДТ, это, ну, давайте сразу же напишем, что ДПС по ДТ равно минус ИХ, ой, минус ИП на АХ, АХПС, ДПС со звездой БАХДТ, ДПС со звездой БАХДТ равно ИП на АХ, из-за этого минуса, АХПС со звездой БАХДТ. Сколько? Вторая строчка, левая доска, в правой части ПСи без звезды. Да, спасибо. Страв. Вот эти вот. Ну, оно либо справа должно быть без звезды, либо вот слева, да, то, что ты написал. Не-не-не, все правильно, вот так. Потому что это просто комплексно-сполюционное уравнение для... И забавьте, пожалуйста, часто скорость, невозможно. Ладно, хорошо. Вы еще, вы учтите, что вот вы пишете, мы за вашей спиной не видим. И вы отходите, начинаете что-то комментировать, а мы в это время только пишем и не понимаем, что вы говорите еще. Я понял. Ладно. Хорошо. Спасибо. Ну, надо тренироваться вот так написать. Окей. Здесь... Вот это я лишнее написал. Ну, здесь все останется как есть. Здесь прибавить Пси со звездой ДФ по ДТ на Пси. И здесь прибавить Пси со звездой на Ф на минус и Аж, минус и поделить на Аж, на Аж Пси. Вот это все закрывается. Это ДФ. Окей. Давайте теперь... Да. Здесь, как и в прошлый раз, вот в этом мы набирали. мы можем перекинуть габинтониан вот сюда вот на эту функцию. Но смотрите, вот эта функция, о которой я говорю, это уже не функция Пси. Это вот эта функция, которая является результатом действия оператора Ф на функцию Пси. И, соответственно, вот этот интеграл я могу записать как И на Аж Пси со звездой Аж Пси. Вот так. Минус. Я вот это выражение запишу. Сначала вот это. Пси со звездой Ф на Пси. И теперь вот это. Прибавить Пси со звездой. ДФ по ДТ на Пси. А в нем же нет ИАЖ. В этом нету... Да, да, да. Спасибо. Отлично. Осталось последнее действие. Равно. Интеграл. А там Пси Крест? Не, не, не. Конечно, мы все себя задали. Пси Крест, комплекс элементов сопряжения относится только к оператору. Окей. Ну, давайте... Здесь нам можно написать Пси со звездой на... Теперь мы Пси со звездой выносим налево от всех трех слагаемых. А вот это Пси мы выносим направо от всех трех слагаемых. И получаем. Я ошибу. Не забыли. И прибавить на Аж. Аж Р. Минус. И поделить на Аж. Р. Р. Аж. И плюс. ДР по ДТ. Скобка закрывается. В втором слагаемом Пси. Далеко. А, все. Нет. Заметьте, что вот в этой скобке стоят операторы. То есть это сумма операторов, которые действуют на вот эту функцию Пси. Потом они домножаются на Пси со звездой и производятся на Пси. Но вот это вот... Крышечку на Аж не написали. Что? Крышечку на А. Ну это уже не так важно. Потому что вы же знаете, что она вам должна быть. То есть их обязательно писать, если есть возможность перепутать. Но если вы не можете никак перепутать оператор с неоператором, то в принципе можно и опустить это. Но вот это... Да. Давайте я не расскажу. Как в прошлый раз... Это начало лекции. Вот это вот слагаемое, вы можете, очевидно, вы видите, что это просто-напросто коммутатор. И поэтому здесь можно написать и H, коммутатор HF, HF, прибавить DF по DT. И вот вся эта штука, она является оператором скорости изменения личной F. То есть оператором производной DF по DT. Вот, собственно, то, что мы искали. Это уравнение эволюции. Важное место занимают операторы F, которые в явном виде не зависят от времени. Ну, например, карзинат. Оператор карзинат. Или операторы импульсов. В явном виде зависит от времени. И поэтому для них их скорость изменения, производные их от времени записываются как просто HF. Здесь стоит отметить, что... Здесь стоит отметить формулу из классической механики. Следующее. HF с точкой равно DF по DT, прибавить вот такие вот фигурные скобочки HF. Если вы помните, что такое... Ну, конечно, здесь нету меньше. Если вы помните, что такое эти фигурные скобки по осу, это скобки по осу. То есть здесь прямо видна связь между классической... Ну, между вот этим и этим уравнением. Это уравнение в частном случае, когда F явно видна связь со временем. То есть явно видна связь между классической и пантовой механикой. У вас примерно... Ну, конечно, вы не можете сказать, что по осу, то же самое, что коммутат. Все-таки разные вещи. Я опять упустила, куда у нас производная вторая точка делась. В частном случае не зависит от времени. Здесь? Да. Да. Как Алексей заметил, в частном случае оператор F не зависит в явном виде от времени. Окей. Давайте перейдем к еще одному очень важному уравнению, которое мы хотели здесь описать. Точнее, здесь я хотел сказать, что в планной механике роль Скоба Плассона часто играет именно коммутаторы. раз уж мы ввели оператора Гарминтона или Гарминтона, то есть оператор полной гарминтонной системы, часто, не даже не часто, а в подавляющем числе случаев, нас интересует состояние, в которых имеется с точно заданной энергией. потому что энергия, она вообще даже сохраняется, и эти состояния, они должны быть стабильными. Если она сохраняется, то состояния, но они не обязаны быть абсолютно стабильными, но эти состояния, они не должны как-то эволюционировать во времени, по крайней мере, в том смысле, который записан в уравнении Шири. То есть нас будут интересовать состояния с точно известной энергией. И эти состояния с точно известной энергией, как их найти? Ну, понятно, известно как. hps равно eps. Точно таким же образом, как мы находили, как мы задавали собственные функции для любой наблюдаемой. А энергия, в общем-то, тоже наблюдаемая. То есть вы можете поставить сюда индекс n, тогда здесь будет индекс n. То есть, если у нас есть какие-то состояния psi n, какой-то набор состояний psi n, если у нас есть какой-то набор состояний psi n, то он должен уделять вот этому уравнению, где h – это лентиняк, а en – это энергия этого состояния. И если мы состояние, которое удовлетворяется этому уравнению, поставим в уравнение Шири. dc по dt равно hc. Ну, здесь и h, естественно, стоит. hc. И давайте посмотрим, что будет, как будут эволюционировать состояния, которые являются собственным состоянием оператора Гамминтона. Ну, подставим в это уравнение psi n. Но h psi n, из-за того, что psi n является собственной функцией оператора Гамминтона, с собственным значением em, равно em psi n. Но тогда вот это уравнение, оно элементарно решается. Потому что это уравнение первого порядка, линейное, однородное, здесь вообще никаких фокусов нет. И psi n равно некоторое, к сожалению, ну, можно вот так отписать psi от q. Просто в печатном виде вы можете различать psi большой и psi маленького. В письменном psi большой и psi маленького слабо отличаются. Ну, я вот так вот выделю, специально указав, что это psi зависит только от времени. А здесь стоит минус i, e, n, t, поделить на h. От времени? Ой, от координат. Да, извините. Ну, давайте подставим и увидим, что у вас psi n здесь тоже, psi n от q. Производная по времени скинет сюда минус i, e, n, пределить на h. Минус i и и сократятся, а h сократится, у вас остается просто e, n, умноженная на новую функцию psi n. И таким образом вы видите, что от времени... Давайте я даже вот так вот сделаю. Пси n от q, t равно... Пси n от q, t равно... То есть вся временная зависимость волновой функции, она сводится к вот этой экспоненте. Но мы знаем, что у вас крючевую роль играет квадрат модуля волновой функции. Но вероятность обнаружить частицу в каком-нибудь состоянии, например, в какой-то области координат, она будет пропорциональна квадрату модуля psi n. Но квадрат модуля — это экспонент равен 1, и поэтому квадрат модуля psi q, t, он будет равен квадрату модуля psi n просто от q. Таким образом, из этого решения видно, что собственные состояния оператора Гаммитона, они важны тем, что они никак не эволюционируют со временем. То есть у них есть вот этот фазовый множитель, но этот фазовый множитель никак не влияет на собственное состояние. Но в том числе, если мы захотим найти какое-то среднее, ну, например, cn с звездой cn с звездой cn, от какой-то величины, здесь c, естественно, такое большое, то если это оператор, оператор обычно не действует на время, то вот эта экспонента просто ее можно вынести из-под действия оператора сюда и сократить вот с этой экспонентой, которая будет как-то сопряжена. И вот этот оператор, вот это среднее, psi n от q, t, t, на f, на psi n от q, t, 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 здесь dq. Таким образом, любые средние, они не будут зависеть от времени. Справа тоже большие стоят, да? Нет, справа уже маленькие, видите? Большие зависят как от координат, так от времени, а маленькие зависят только от координат. Таким образом, собственные состояния гамметониана, они важны тем, что они никак не эволюционируют, они сами никак не эволюционируют со временем. И их средние, средние этих состояний, они тоже никак не изменяются со временем. И поэтому эти состояния, они называются стационарными состояниями. То есть, если вы как-то их получили, то они уже будут жить, грубо говоря, вече. Здесь нужно оговориться опять о том, что это все-таки квантовая механика, обычная, классическая. И если вы уже начнете включать какую-нибудь квантовую тераполе или квантовую электродинамику, то ситуация немножечко изменится. Например, мы знаем, что атомы имеют несколько уровней энергии. Естественно, вы можете посадить электрон на более высокий уровень энергии, но эти уровни энергии, они имеют какое-то время жизни. То есть, с какой-то вероятностью, в какой-то интервал времени электрон, находящийся на высоком уровне энергии, он испустит фотон и опустится вниз. Но этот процесс для электрона, он не будет уже сохранять энергию, потому что он испустил электрон, и энергия упала. И вот эти процессы, они не описываются в рамках вот этой простой классической квантовой механики, которую я вам рассказываю. Поэтому здесь, пока в этом напряжении, у нас вот эти уровни возбужденные, они дальше, чуть позже, мы обсудим распад уровней. Но пока на этом, в этом состоянии мы не будем про это говорить. Здесь что нужно отметить? Просто нужно отметить это определение. Если у нас вот это уравнение называется уравнением Шерлингера, driver Иuler Ровен, то вот это уравнение у нас называется тоже уравнением Шерлингера. Только вот это уравнение называется не с…"ентв Туцентон actress ». Потому что здесь стоит время, и это уравнение определяет эволюцию системы. А вот это уравнение называется стационарным уравнением Шерлингера, потому что оно определяет стационарные состояльные системы. То есть у этих двух уравнений совершенно разные цели, отчеты N, coordinate, Это верхнее уравнение является уравнением на собственные значения оператора Гаммингтона, и решением его является состояние, являются стационарные состояния, то есть те состояния, которые не изменяются, ну вот в этом смысле, в смысле средних, не изменяются со временем, а нестационарное уравнение Сердингера, оно определяет эволюцию систем. Окей, так, что здесь еще можно сказать? Да, здесь нужно как раз заметить о свойствах решения этого уравнения. Как вы видите, это уравнение на собственные значения, и мы с вами обсуждали, что собственные значения могут иметь как дискретный спектр, так и непрорывный спектр. И общее правило власит, что если у вас система является ограниченной, или другими словами, частица... Ну, не очень корректно назвать движением, но давайте, если у вас частица... Сейчас. Если состояние... Если это состояние соответствует фенитному движению, то есть движению в какой-то ограниченной области, то спектр такого состояния системы, он является дискретным. Если мы описываем инфинитное движение, то есть движение, которое допускает нахождение частицы на бесконечности, то спектр, описывающий такое движение, является непрерывным. Это легко, но если не доказать, то по крайней мере показать, на примере нормировки у вас cn, модуль cn квадрат, равен единице. В случае дискретных уровней, если в случае дискретного спектра, у вас функция нормирована вот таким вот образом, квадрат модуля, ее равен единице. Но это значит, если квадрат модуля функции по всему объему он ограничен, то это значит, что вы никогда не сможете встретить частицу на бесконечности. Потому что если бы была какая-то ненуевая вероятность встретить где-то там на бесконечности, то значение волновой функции на бесконечности, оно не должно было быть равным любым. Точнее, не волновой функции даже, а квадрат модуля этой волновой функции, оно должно достаточно существенно отличаться от нуля. То есть спадать как минимум, как единица на r квадрат на бесконечности. И это обозначало, что на бесконечности мы ее никогда не встретим. Но если бы она спадала менее, чем r квадрат, или каким-то образом вот так здесь колебалась, эта волновая функция на бесконечности, то вот этот интеграл никогда не был бы равен некоторой постоянной. Он бы расходился и был бы равен бесконечности, потому что, ну, какая-то постоянная умноженная бесконечности – долгая бесконечности. И здесь мы, главное, переходим к тому, что в случае неприемного спектра в случае неприемного спектра волновой функции нормируется на дельта-функцию. А что такое дельта-функция? Это значит, что квадрат модуля от волновой функции, интеграл от квадрата модуля от волновой функции, должен быть равен бесконечности. То есть, когда у вас f равно f'', то в правой части, вообще говоря, формально стоит бесконечность. И это значит, что этот интеграл расходится. Но если этот интеграл расходится, то у вас обязательно на бесконечности должно быть какая-то не настолько быстро спадающая зависимость, не настолько быстро спадающая вероятность третьей частицы на бесконечности. Потому что невозможно сделать бесконечный интеграл, если у нас есть какое-то локализованное состояние. У вас бесконечный интеграл будет только в том случае, если на бесконечности будет какая-то величина. То есть, в любой точке бесконечности будет ненулевая вероятность третьей частицы. Но вот в случае плоской волны, есть степени и kx. У вас квадрат в модуле этой экспоненты и модуле kx, он будет равен в минусе. Что? Минусе и амеби-т. Ну, да, минусе и амеби-т. Но здесь мы можем говорить уже о стационарных состояниях, то есть о тех состояниях. Да, когда мы говорим о стационарных состояниях, мы уже смело можем опускать вот эту экспоненту, потому что она никак не влияет на квадрат в модуле и на средние вот этих величий. Но тоже это не всегда, то есть мы рассматриваем случай, когда его стоит учитывать в диктепле. Таким образом, если у нас частица каким-то образом локализована, вот этот интеграл, он никак не сможет быть равен бесконечности. Он будет равен какой-то конечной величине, и, соответственно, условия нормировки на этой функции не может быть, не может быть выполнен. И вследствие чего, я повторюсь, если у вас система каким-то образом ограничена, то есть, например, если вы рассматриваете, я надеюсь, мы скоро перейдем к этому, если рассматриваете состояние... Ну вот, мы рассмотрим такую яму. Если вы рассматриваете состояние с энергией... Вот здесь вот энергия, здесь ген равно нулю. Ген равно нулю. Если вы рассматриваете состояние с энергией меньше нуля, то есть внутри ямы, то они будут соответствовать сфинитному движению, и это будет означать, что спектр энергии внутри этой ямы будет какой-то дискретный. А как только вы выходите из ямы, то вы сразу попадаете в область инфинитного движения. Даже если, например, здесь стоит какой-то барьер. Но все равно частица может его перескочить, и это будет... Такая ситуация будет соответствовать все-таки инфинитному движению. Вот здесь вот. И в этом случае у вас спектр будет уже не дискретный, а сплошный. И давайте... У нас, конечно, немножко со временем не начнем. Давайте немножечко поговорим о... Я забыл это сказать, но ничего страшного. Про то... А, вот именно про то, что я вот сейчас стираю. Про среднее значение величины. Допустим, у нас есть некоторое состояние и некоторое состояние Пси, и мы хотим найти среднее значение какой-то величины в этом состоянии. Ну, мы знаем, как действовать. Ф среднее равно интеграл Пси со звездой на ФСи. Декор. И, в принципе, этим можно удовлетвориться. Но часто бывает гораздо удобнее записать гораздо более сложную форму. Мы можем разварить это состояние с собственным состоянием СН СН по стационарным состояниям системы, то есть по собственным состояниям оператора Гаррингтона. Или их еще называют собственной функцией. То есть, если вы слышите собственной функцией, то обычно обычно имеется в виду именно собственной функцией Гаррингтона. Если мы разложим эти функции, сейчас мы будем пока рассматривать непределенную дискетку. И тогда вот этот интеграл, он приведет к следующему. Сумма ОН СН со звездой ПСи Н со звездой Ф действующая на сумму С здесь Н М А СН на ПСи Н Ну, Ф мы занесем под эту сумму Интеграл под эту Равную Сумму вынесем на внешнюю сторону Здесь также мы оставим СН со звездой СН как константы И здесь внутри останется только СН со звездой в этой интеграл на Ф СН ДКУ И вот этот интеграл, который здесь стоит, он называется матричным элементом этого оператора. Ну ладно. Он называется матричным элементом оператора. Здесь я немножечко могу перепутать порядок индексов, но это не так очистно. То есть вот этот оператор, вот этот интеграл, он обозначается через ФН М. Он называется матричным элементом. Что здесь еще можно Давайте отложим на следующее занятие, тем более, что уже прошло время. Смотрите.